Всем привет от несостоявшегося стримера! Стоило мне выйти в эфир на Твиче в своем косплей-костюме, как меня тут же забанили за демонстрацию внутренней части бедра или меча, или просто за то, что я встала. Казалось, что Твиче-то сложно, и там прямо как в мясной лавке нужно сверяться со схемой стримлера в разрезе, чтобы понимать, что можно, а что нельзя. Но я не теряю надежды, я не сдаюсь, меня уже разбанили, так что после просмотра этого видео, залетая на мой стрим по ссылке в описании, там будет все. Общение, рога, ролевые игры и даже розыгрыш денег среди зрителей. Вообще я в очередной раз убеждаюсь, как хорошо и уютно у нас тут на Ютубе. Свобода! Можно показывать, что хочешь. Вот и это! Вот и это! А главное, говори что угодно и как угодно, и прямо сейчас я испытываю жгучее желание поговорить о новостях и забытиях за прошедшую неделю. Погнали! Чем ближе анонс iPhone 12, тем больше появляется информация о будущих новинках, и, честно говоря, лучше бы не появлялась. Фиг с ними с наушниками и блоком питания в комплекте. Обойдемся, фиг с ним с телевиком на 10 крат, не так же он и нужен был. Нафиг и четвертый лидар в Pro, пусть будет только в Max. Но кажется, Купертино решили покуситься на одной из главных достоинств текущего поколения, на автономность. В базе китайских регуляторов появились данные об аккумуляторах линейки iPhone 12. И там, ребята, такая печалька. Не переживать можно только за маленький iPhone. Ему с его экранчиком 5,4 дюйма, 2227 мАч, возможно, и хватит на день. Но вот у всех остальных батарея в среднем уменьшится на 10%. И это при возросших диагоналях. У Pro Max 6,7 дюймов на секундочку. И 120 герцах. Оло, Apple, я все понимаю, 5 нанометров процессор. Но блин, мы только прочувствовали, как это, когда iPhone через полгода использования не превращается в тыкву и стабильно выдает 6-7 часов экрана, как и в день покупки. Какие нафиг 2775 кмч в 2021 году? Остается надеяться на то, что это фейк, но логика подсказывает, что, видимо, нет. Из-за отказа от скругленных форм придется делать аппараты потоньше, а это, естественно, приведет к уменьшению аккумуляторов. Хотели дизайн какой iPhone 4S? Ну вот он, видимо, идет в комплекте с автономностью от 4S. Зато, не знаю, почему зато, просто только к слову пришлось. По слухам, Apple планирует решить проблему саморазлагающихся Lightning кабелей и в следующем поколении появится невероятный, инновационный шнурок в тканевой оплетке. Глядишь, будет настолько надежным, что сможет дожить до момента, когда Apple и вовсе откажется от разъемов на корпусе. А судя по патенту Apple на батарейный кейс, который сам смартфон заряжает по беспроводу, ждать осталось недолго. Только, Кук, вы это, как решитесь? Не забудьте же выпустить AirPower, или как он там у вас будет называться? Деньги же на разработку, уже же ездишь. Эппл в суде оспорила решение Еврокомиссии, касаемо неуплаты налогов в Ирландии и вернет свои 14,3 миллиарда долларов, замороженные на счетах компании. Так что деньги на разработку заряда кабелей точно будут, может быть, даже и на новый тип аккумуляторов останется. Хотя это, конечно, вряд ли, разве что Samsung или кто другой изобретет. Вообще, получается, в интересное время живем. Совершенно необязательно покупать смартфон за сотни тысяч рублей, и даже доступный по стоимости аппарат может предоставлять весь необходимый набор функций. Вот, например, Vivo Y30. Большой экран на 6,47 дюймов для просмотра видосов, игр есть. А благодаря тому, что он занимает почти 90% передней панели, смартфон, несмотря на диагональ, не только остается довольно компактным, но и банально классно выглядит. Подчеркивается трендовая внешность аккуратным, круглым вырезом под фронталку и 3D-стеклом, плавно перетекающим в боковые грани. За счет 4 гигабайт оперативной памяти 10-го андроида прямо из коробки работает аппарат плавно и быстро. А базовое хранилище 64 гигабайта позволит обходиться без microSD-карты, хотя они тут и поддерживаются. Аккумулятор Vivo Y30 просто исполинский на 5000 мАч. Посадить смарт в ноль за день, а то и за два практически нереально. А запасом, благодаря обратной зарядке, можно поделиться с друзьями или знакомыми. Подключаем шнурок к USB-C порту и смартфон превращается в пауэрбанк с мощностью зарядки 5 Вт. Поддержка бесконтактной оплаты в современном смартфоне просто обязательная функция, которая непосредственно влияет на комфорт, а с недавних пор и на безопасность жизни в городе. И как по мне, в 2020-м покупать аппарат без NFC это большая ошибка, и что вдвойне обидно, многие производители, особенно в этом классе, об этом забывают, но не Vivo. Y30 полноценно работает с Google Pay, так что с ним можно выходить из дому налегке, оставив кошелек на комоде. А так как стоит Y30 14 990 рублей, при использовании промокода на скидку в 2000, то этот самый кошелек еще и не сильно похудеет. Все подробности, как всегда, по ссылке в описании. Если чуток приуныли после новостей об айфоне, вот вам еще одна находка из базы китайского регулятора. Смартфон Xiaomi с поддержкой 5G и зарядкой 120 Вт. Пока кто-то достает из своих коробок 18-ваттные блоки, кто-то кладет в свои коробки зарядники, способные запитать небольшую китайскую деревню. Кей вернулся, дарующий свет! Славься, Кей! Других подробностей в базе нет, но скорее всего под заводским кодом прячется долгожданный Mi Mix 4. Почему именно он? Ну для Mi 11 пока рановато, да и слишком круто для него 120 Вт. А вот в линейке технических флагманов Mi Mix такая мощность вполне себе естественно смотрится. Так что ждем скорого анонса. И кстати, не только от Xiaomi. Опа! Решили сыграть на опережение и представили компактный блок на 110 Вт размером с 20-ваттный и супер мощный Flash Charge 125 Вт. Нахрена так много? Производитель обещает, что 4000 млч можно за 5 минут зарядить до 40%, а за 20 до 100. А благодаря куче датчиков, контролирующих температуру, это еще и в теории не приведет к взрыву. Ну или хотя бы не к особо сильному. Не любите провода? Не вопрос. Держите 65-ваттную беспроводную зарядку. Это справляется за 30 минут, но зато футуристично. Кстати, девайс с такой скоростью зарядки я надеюсь увидеть от Apple после выхода айфона без портов. Одно пока непонятно, через сколько эти 4000 мАч превратятся в 3500, а потом в 3000 при ежедневной зарядке с 125 Вт. Но, видать, Apple еще выбрали довольно щадящий вариант. Вон ребята из iQoo тоже выкатили зарядник, всего на 120, но зато у них он заряжает батарею той же емкости с 0 до 100 уже всего за 15 минут. Правда, чтобы добиться такого результата, им придется использовать в своих смартфонах жидкостное охлаждение, не только для процессора, но и для батарей. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Рекорд есть? Попробуйте, побейте. Xiaomi представила глобалку фитнес-браслета Mi Smart Band 5. И вопреки слухам, там ни датчика для измерения насыщения крови кислородом, ни NFC и вообще никаких отличий от китайской версии. Ну, кроме цены, которая из 27 долларов в Китае превратилась в 40 евро. Прайс в российской рознице пока неизвестен, но вполне вероятно, что, как и в случае с четверкой, так и появится вариант с поддержкой бесконтактных платежей картами MasterCard. Тысяча так за пять. Но это, если что, просто мои догадки. Просто догадки. Кстати, ждите обзор Mi Band 5 на моем канале. Ссылка в описании есть. Тут такое дело. Мы с Вилсой сильно верим в светлое будущее биткоина, и поэтому, если вы отправите свои кровные биточки на вот этот кошелек, в течение дня мы вернем вам их в двойном размере. Не очень убедительно. Какие вы недоверчивые. Не то, что люди в Твиттере. Там вон некоторые поверили. На неделе произошел крупнейший в истории Твиттера, а возможно в истории соцсетей, взлом. И в официальных подтвержденных аккаунтах Apple, Илона Маска, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обамы, Канни Уэста и многих других популярных аккаунтах появились твиты с предложением отправлять свои битховены. Неужели хакеры годами готовились, подбирали пароли и смогли обойти двойную авторизацию? Нет, все намного проще. Они воспользовались админкой, и взламывать им ничего не пришлось. По информации Wise, хакеры либо сами сотрудники Твиттера, и тогда все вообще просто, либо подкупили или шантажировали сотрудников сети, которые предоставили доступ к инструментам администрирования. Вот как бывает, когда отпускаешь всех работать на удаленку. Но если серьезно, парочку вопросов к Твиттеру у меня все-таки имеется. Зачем в админке инструмент для публикации и редактирования сообщений в каком-либо аккаунте? Разве обычной возможности удалить твит недостаточно для модерации? То есть нам вы редактирование не даете, а сами можете писать где угодно и что угодно? Удобненько! Плюс в опубликованных скриншотах этой самой админки засветились инструменты для так называемого shadowban, когда аккаунт может быть исключен из показов в ленте и рекомендациях без ведома автора. Впрочем, это как раз не новости, и понятно, что в любой соцсети такое есть. А вот сумма, которую собрали взломщики, удивила. Всего-то 121 тысяча долларов в чуть более чем 400 транзакциях. Самая крупная от одного человека 43 тысячи. Ну, а может, это они сами себе отправили, чтобы не позориться перед друзьями. А вообще, не те, не те нынче люди. Пропал дух авантюризма. Года два назад, во времена биткоин-лихорадки, нахерки в твиттере собирали больше на фейковом аккаунте Макафи с нулем читателей, потому что глаза у всех горели, голова отключалась, а руки делали. А сейчас охват в десятки миллионов и пшик на выходе. Если реально кого-то подкупали, может, еще и в минус ушли. Жалеть взломщиков я, конечно, не буду, но советик-таки дам. Надо было только маска ломать. Уверена, именно он и обеспечил основной доход, потому что его твиттер и так выглядит, как перманентно взломанный школьником. А насчет денег, у нас, кстати, их так можно получить, даже ничего отправлять никуда не придется. Все максимально просто. С вас любой один комментарий под этим роликом и лайк. С нас три приза по три тысячи рублей случайно выбранным победителем уже в следующем выпуске. Ну а свои честно заработанные деньги по итогам прошлой недели получают Семен Давыдов, три нуля, Пират, Ильдар Садиков и Олег Санников. Действительно, почему бы и не отправить тебе денег? Всем спасибо за участие. Победители, поздравляю. Как всегда, прошу связаться, написав на специальный почтовый ящик. Уверена, вы прям сидите, прям переживаете, прям места себе не находите, думая, что из-за пандемии и глобального экономического спада вы не сможете купить себе PlayStation 5 сразу после того, как она появится в продаже. И не потому, что дорого, а потому, что не хватит. Так вот, все под контролем. Nikkei со ссылкой на инсайдеров сообщили о том, что Sony на 50% увеличили заказ на производство игровых консолей нового поколения. Планировали выпустить 5-6 миллионов приставок, а сделают около 8, в связи с взрывным ростом на домашние развлечения. Для сравнения, в 2013-м за первые два месяца продаж PlayStation 4 Sony продали 4,3 миллиона консолей. Короче, не переживайте, выдыхайте, пятерок хватит усем, драться на термометрах с карантинящими или брать Xbox не придется. Помните, как OnePlus 8 при помощи своего фотохромного модуля раздевал людей в черном и просвечивал пластик? Так вот, сначала OnePlus отключили эту камеру от греха и судебных исков подальше, а сейчас вернули, но с программными доработками. Работает только на улице и в случае, если в кадре нет людей. Присмотрел прекрасную девушку в черном? Сорян, не твой день. Смартфон не даст делать снимок. Конечно, если ты, мамы, хакер, рутанул свою восьмерочку и накатил старую версию программы, ну или всех обхитрил и не обновился, то тебе это все до одного места. И как просвечивал, что хотел, так и продолжишь. Девчонки, да, все эти 5, которые меня смотрят, продолжаем обходить чуваков с OnePlus 8 Pro десятой дорогой. Поверьте, оно того не стоит, вам не нужны эти проблемы. Ну а если серьезно, как-то плюсы прям перестарались. Можно было добавить определение человека в кадре, а предметку оставить. Прикольная штука вроде бы была. Бывший глава направления Mac, Жан-Луи Гассе, настолько впечатлился результатами тестов Apple 12Z, что заявил, для того, чтобы угнаться за Apple по соотношению производительность-энергоэффективность, другим производителям нужно переходить на ARM. Мол, X86 уже морально устарел, и именно Купертиновцы покажут остальным, насколько сильно. Но не стоит думать, что Жан-Луи по старой дружбе подыгрывает яблочникам. У них он работал еще в эпоху оригинального Macintosh'а и ушел оттуда в 1990-м. Но в целом чувак в Кремниевой долине довольно авторитетный. Входит в состав директоров парочки крупных компаний, и вполне вероятно, у него есть кое-какие инсайды. И он в курсе планов других производителей. Посмотрим. Для начала, вон пусть Apple справится с собственной закрытой экосистемой, а там и другие, может быть, подтянутся. Но судя по информации тайваньских инсайдеров, все идет настолько неплохо, что Купертиновцы хотят поторопиться с переходом на ARM, отказаться от Intel раньше, чем планировалось. И уже в этом году они выпустят на собственных процессорах не только MacBook Pro 13, но и Air. В общем, всем будет ARM. На этом все, но я не прощаюсь. Прямо сейчас, по ссылке в описании, переходите на мой стрим. Ну а тем, у кого не получится, до встречи через неделю. Всех обнял своими машными армами.